Всем привет! Это канал Автотакт и сегодня мы на джипе поедем по бездорожью. Привет, друзья! Мы продолжаем искать приключения на запасное колесо. Сегодня решили найти такой вот экстремальный путь. К такому месту будем пробираться в экстремальных условиях на джипе. Вот посмотрите сейчас, как мы будем это все делать. Значит, это место находится, вот мы едем по трассе Приморск-Бердянск. Вот только поднялись на подъемчик, называется Борисовский подъем. Вот ветряки начинаются и вот первый съезд направо. Вот его видно там, первый съезд. Видите, как вот там перекресток. Вот такой там будет сейчас поворотик. Мы будем поворачивать. Будет называться место Борисовский спуск. Вот потихонечку подъезжаем к самому этому месту. Вернее, к тому, к той точке, где мы начнем спуск. Не зря называется Борисовский спуск. Вот видите, такой вот сейчас у нас такая вот картинка моря. Если видно, там вдалеке стоят баржи, корабли на рейде. Может видно вот так вдали. Вот эта точка, которую мы будем сейчас преодолевать. Видите, здесь такие вот места. Представляете, здесь, когда непогода, дождь, глина. Здесь какой проезд. Очень сложный проезд здесь. Вот так вот, видите. Сейчас мы вам покажем, как это все. Снимальный спуск здесь, видите, как. Вот такие вот здесь опасные места. Поэтому нужно автомобиль. Ну, любой автомобиль может справиться. Но чтобы выскочить в любую минуту, нужно вот такой специальный автомобиль. Видите, какие здесь вот такие круче. Настоящие такие вот каменоломни. Такие вот непроходимые места. Вот я сейчас, пусть туда опустимся вниз. И я вам покажу, как это все будет. Как там выглядит все на самом деле. На самом деле неизведанный. Край такой, видите, просто такой для рыбака. Исключительное место. Здесь выходят рыбаки на своих колобухах. Колобуха это самодельная такая деревянная лодка. Она не боится волны. Вот видите, там сделаны специальные такие карманчики, куда они опускают эту лодочку. И рыбалят. Сейчас мы опустимся вниз. Посмотрим, как там можно разместиться. И каким образом поставить или палатку. Переснять какой-то домик. Дачку. Вот мы заезжаем уже на территорию Борисовского спуска. Появляются отдыхающие. Дети бегают. Вот такая вот обстановка здесь. Полностью курортная. Есть такие магазинчики. Лодочки стоят, рыбачки. Можно рыбалить. Дорога очень такая, видите. Обыкновенная дачная дорога, можно так сказать. Тоже надписи кругом. Сдам домик. Сдам жилье. Мы двигаемся. Сейчас остановимся, посмотрим обстановочку. Вокруг посмотрим, что как. Покажу сейчас, как это выглядит. Как здесь все оборудовано. Видите, такие вот номерочки есть. Домики. И вот такая, как палуба корабля. Такой вот вид на море открывается. Видите, вот здесь будет видно, как все обустроено. Вот такое вот место. Лодочки, рыбалочка. Лесенки. Вы видите, довольно прекрасно. Вот такой вот лодки, понимаете. Здесь необычное место. Домашнее, вроде как бы частный форт. И такой вот прекрасный вид на море. Чайки, рыбалка. Но я думаю, лучше ничего нельзя придумать на сегодняшний день. Отдыхающие вот готовят себе такую вкуснейшую пищу. Вы не представляете, какой запах. Запах моря и запах шашлычка. Вот такое вот, видите, идиллия. Смотрите, мы сейчас у самого моря. Посмотрите, какой вот... Вот никто это не показывает, никто не видит, не знает. Вот есть такие вот чудесные места. Вот здесь вот эти террасочки сделали. Никакого такого места не особого шика, но это природа. Это все сделано для отлика, для того, чтобы уединиться. Побыть наедине с природой. Вот такой этот чудесный уголок. Видите, как он защищен, какими валунами, какими кручами. Находится в такой ложбинке, в таком потайном местечке. Хорошо здесь уединиться от городской суеты, от тревог, от долгов, возможно быть. От какой-то неразделенной любви. Вот именно в этом месте только можно и сказать, что если душевно ранен или стряслась беда, ты ведь пойдешь не в баню. Приходи сюда. Видите, здесь все навевает... Можно думать о том, что можно сидеть, писать стихи, картину, холсты рисовать. Вот такое вот, видите, такое вот место. Прекрастое место. Вот мы уезжаем отсюда потихонечку. Не хочется уезжать, конечно. Видите, вот люди работают, повседневная суета. Хорошо, что нам это все... У нас хороший спонсор, Нептун. Правда, бесплатно, но все равно как-то интерес есть. Мы вот это все снимаем. Благодарим Нептуна. Вот он, видите, там появляется. Дорогие друзья, канал Автотак завершил свой боевой марш-бросок по бездорожью. Мы говорим вам тактично до свидания. Благодарим всех за участие. Канал самодостаточный, но моральная поддержка всегда важна. У нас серьезные спонсоры. Нептун, Водяной, Домовой. И вот сейчас подрядилось нам помогать СЖД, Соломина железная дорога. Вы видели наши съемки с ней. Поэтому вот, всего доброго вам. Видите, не только гостеприимные, даже наши вот руководители, кто приглашает вас сюда. Завершает свою поездку, свой марш-бросшет. Всего доброго, удачи на дорогах.